В скором времени проект новой конституционной реформы будет представлен в парламент, где он будет обсуждаться и дорабатываться. В документе предлагается внедрение сразу двух видов политических систем – партийной и одномандатной. Предполагается, что в Джогурку-Кенеши будет 90 депутатов. Из них 35 мандатов предназначаются для одномандатного округа, 55 для партийного списка. По моему предложению, парламент будет обсуждать изменения в конституцию в прямом эфире. Всё будет открыто для народа. Вы не должны думать, что установится диктатура. За 30 лет кыргызстанцы завершили третью революцию против диктатуры. И кто бы после меня не пришёл, будь это Эшмат или Ташмат, народ не допустит диктатуры. У меня нет намерения устанавливать монополию власти. За последние годы были попытки установить диктатуру. Были нападения на СМИ. Я открыто выступал и требовал свободу для журналистов. Выступал против гонений на политиков. Партийная или одномандатная система – данный вопрос породил множество споров в обществе. В итоге лица, заинтересованные в той или иной политической системе, начали тянуть одеяло на себя. Но решение внедрить сразу два вида систем политологи оценивают как политический компромисс. У каждой из предложенных систем есть свои преимущества. Партийная позволяет сохранять гендерный баланс. Также в парламент могут прийти представители из разных слоев общества и разных возрастов. Одномандатный избирательный округ даст возможность электорату проголосовать за определенного кандидата. Говоря о конституционной реформе, отдельные эксперты предлагают сначала обратить внимание на форму государственного правления, поскольку политическая система и вид правления в государстве тесно взаимосвязаны. Но для того, чтобы народ не запутался в этих нововведениях, необходимо в первую очередь внести изменения в законодательную основу избирательного процесса и все четко прописать. Благодаря смешанной политической системе будет услышано общество, поскольку в этот раз число парламентариев могут пополнить депутаты действительно из народа. Вот если в парламент 55 депутатов придут по партийной системе, а 35 по одномандатной, то даже у кандидата с 15 тысячами голосами будет возможность пройти в парламент. Раньше у некоторых претендентов на кресла в ЖК, набравшем более 100 тысяч голосов, не было гарантий, что они пополнят ряды парламентариев. Ну а сейчас есть большая вероятность того, что в Дюорку Кенеш придут лица, действительно избранные простым народом. Конституционная реформа подразумевает под собой определенные изменения, но, как известно, любая трансформация требует времени и усилий. И предполагаемые новшества не исключение. И здесь время позволит всем сторонам высказать свою точку зрения. Как ранее отмечалось в обсуждении, конституционные реформы могут принять участие все желающие. На сегодня многие политики и эксперты готовы поделиться своими взглядами на то, каким должен быть основной закон страны. Конституционная реформа может актуализировать некогда действенный инструмент контроля общества над властью – Институт народного Курултая. В истории Кыргызстана многие столетия огромное влияние на общественное и государственное развитие оказывали представительные органы. Существование Курултая как государственного института позволяло на протяжении многих веков принимать оптимальные эффективные решения коллегиального характера, которые, в свою очередь, являлись основными элементами народа власти. По словам инициаторов, этот инструмент станет эффективным рычагом в контроле работы власти. Раз в год представители народа будут собираться и заслушивать годовой отчет у президента и парламента. Курултай даст очень плодотворные итоги, так как Курултай будет идти не сверху вниз, а снизу вверх, с Аилов, Аилок-Мюту, начиная от них, потом будет идти к республиканскому Курултаю. Под Курултаем будет народный контроль. Время нужно для этого, чтобы систему ввести. А если система войдет в систему выборов и в систему в общем назначении, то это даст очень хорошие результаты. Институт народа власти может выступить удерживающим фактором перед необдуманными решениями для всех в ветве власти, говорят эксперты, так как представители от народа будут вести тщательный надзор за деятельностью руководства страны. Предлагается вести институт Курултая. Это право граждан, которое указано в 52 статье Конституции, о том, что граждане имеют право участвовать в Курултаях. Курултай должен давать рекомендации, которые должны рассматриваться государственными органами. Теперь предлагается пройти еще дальше, то есть как один из вариантов сформировать двухпалатную, значит, наш законодательный орган, верхняя палата Курултай, или ее дослон можно перевести как собрание народных представителей. Мы, в принципе, тоже в нашей еще недавней истории у нас был двухпалатный парламент, соответственно, СНП и ЗАЭС, законодательное собрание. И, в общем-то, функционировало достаточно неплохо. Основная миссия этого Курултая будет заключаться в том, что она будет давать оценку происходящим событиям, оценку деятельности премьер-министру и в том числе и президенту. Отдельные эксперты говорят, что изначально Курултай имел очень большое значение для народа. Тогда многие представители общин знали друг друга, и решение вопросов было эффективным. Однако сегодня другие реалии. И поэтому для результативной работы данного инструмента необходимо четко проработать критерии. «Раньше Курултай имел очень большое значение, и многие представители общин знали друг друга. Тогда для решения вопроса этот инструмент был очень эффективным. Однако на сегодняшний день не все представители Курултая знают друг друга. Поэтому это может стать спорным вопросом в результативности работы собрания». Отметим о введении инструмента Курултая. В рамках проведения конституционной реформы в Кыргызстане заговорили и российские журналисты. На одном из сайтов России Курултай сравнили с функциями Совета Федерации и Общественной палаты. Механизм может стать отличным инструментом для формирования истинно народной власти.